Здравствуйте! Один из моих уважаемых зрителей спрашивает меня в комментариях, как сделать с помощью резисторов выключатель, который бы переключал светодиод основной излучающий на, скажем, вот такую линейку светодиодов. Если честно, я затрудняюсь ответить на такой вопрос, ведь чтобы сделать выключатель на резисторах, у меня знаний просто не хватает. Но я знаю, как устроен обыкновенный выключатель-переключатель, который переключает в два режима. Режим свечения вот таким светодиодом и режим, наверное, дежурного освещения. Так бы я назвал эти свечения. И раз уж мы заговорили о простых и доступных способах и решениях вот таких вот проблем, то давайте, наверное, обратимся еще к одному фонарю, который нам не до фонаря, а который имеет всего одну кнопку. И эта кнопка управляет четырьмя режимами. Да, этот фонарик может светиться в четырех режимах, и все это управляется всего лишь одной вон той маленькой черной кнопкой. Но так как под фонарем и под корпусом фонаря она глубоко спрятана, и нам не очень понятно, как такая кнопка может работать, то давайте рассмотрим ее более детально, спаяв небольшую интересную и практичную схему. Это самоделка. Да, это самоделка настоящая, реальная, крутая, которая позволяет с помощью всего одной вот такой вот кнопочки организовать три режима свечения. Да, красный, зеленый и синий. Всего одной кнопкой. И заметьте, эта кнопочка без всяких микро-ЭВМ, чипов, резисторов и даже транзисторов. Давайте посмотрим, как эта кнопочка работает. Нажав на эту кнопочку один раз, мы зажгли зелененький светодиод. Давайте нажмем еще разок, зажгли синенький светодиодик. И логично, если мы нажмем еще раз, мы зажгли красненький светодиодик. Кнопка прекрасно поддерживает четыре режима и зажигает три светодиода. Этакий симпатичный светофор, который легко может собрать детсадовский школьник у себя на кухонном столе. Как же это работает? Ну, это обыкновенная кнопка. Да, ребята. И в ней просто есть переключатель. В ней нет никаких микро-ЭВМ, нет Ардуино, нет транзисторов. Это обыкновенный выключатель предтечи и предки которого были еще во времена СССР. В Советском Союзе, если вы помните, кнопочки на лампочке были такие, нажимные. И я не раз это показывал. И вот одна из них, которая без всяких хитрых и мудрых приспособлений, без резисторов в том числе, может переключать разные режимы. По-моему, все просто. По-моему, все гениально. И зачем нам Ардуино? Я еще не понял. Наверное, я не дорос. Пока. Продолжение следует.